И теперь, и теперь, уважаемые друзья, хочу сказать вам, тем, кто собрался в этом зале, и всем гражданам страны, хочу предупредить, ничего еще раз и навсегда не предопределено. Социальная стабильность, экономический подъем, да просто мир на нашей земле, пусть и скромный, но все-таки очевидный рост уровня жизни, все это с неба не упало. И не поставлено пока, к сожалению, в режим безусловного автоматического исполнения. Это результат постоянной, порой очень острой, жесткой политической борьбы, как внутри страны, так и на международной арене, столкновения интересов. Борьба не может быть без участия народа, без вашего участия. Те, кто противостоят нам, не хотят осуществления нашего плана, потому что у них совсем другие задачи и другие виды на Россию. Им нужно слабое, больное государство. Им нужно дезорганизованное и дезориентированное общество, разделенное общество, чтобы за его спиной обделывать свои делишки, чтобы получать ковришки за наш с вами счет. И, к сожалению, находятся еще внутри страны те, кто шакалит еще у иностранных посольств, у иностранных представительств дипломатических, рассчитывают на поддержку иностранных фондов и правительств, а не на поддержку своего собственного народа. Конечно, нам всем хорошо известны проблемы, но есть те, кто спекулирует на них, на этих проблемах. Мы знаем о них. Незаслуженно бедно живут пока многие наши пенсионеры и ветераны. Села и малые города по качеству жизни несторазмерно отстают от мегаполисов и крупных промышленных центров, как это было и десятилетия назад. Больших вложений и большего внимания требует оборонно-промышленный комплекс, армия, флот сломлен, но окончательно еще не добит терроризм. Медленнее, чем нам хотелось бы отступать коррупция, наркомания, организованная преступность. Выше должны быть заплаты учителей, работников здравоохранения. Все это так. Власть действительно допускает ошибки в своей работе. Можно и нужно критиковать власть за это. Да мы и сами видим проблемы, мы работаем над их решением. Но при этом вызывает по меньшей мере недоумение политические спекуляции на этих трудностях. Причем со стороны кого? Со стороны тех, кто в течение десятилетий руководил Россией, а в конце 80-х годов оставил людей без самых элементарных услуг и товаров, без сахара, без мяса, без соли, без спичек и своей политикой, безусловно, подготовил распад Советского Союза. Или спекуляции со стороны тех, кто еще каких-то 10-15 лет назад контролировал ключевые позиции и в Федеральном Собрании, и в правительстве. Это те, кто в 90-е годы, занимая высокие должности, действовал в ущерб обществу и государству, обслуживая интересы олигархических структур и разбазаривая национальное достояние. Это они нас учат жить сегодня. Это они сделали, между прочим, коррупцию главным средством политической и экономической конкуренции. Это те, кто из года в год принимал несбалансированные, безответственные абсолютные бюджеты, обернувшиеся в конце концов дефолтом, обвалом, многократным падением жизненного уровня граждан нашей страны. Разве не эти наши оппоненты презрительно называли отечественное сельское хозяйство черной дырой и отрицали необходимость государственной поддержки села? И именно они в свое время свели к нулю финансирование науки и оборонки. Настаивали на абсолютно необоснованном радикальном сокращении наших вооруженных сил. Это те, кто годами не выплачивал детские пособия, пенсии, зарплаты. То в самый трудный период террористической интервенции против России предательски призывал нас к переговорам, по сути, к сговору с террористами, с теми, кто убивал наших детей и женщин. Самым бессовестным образом и циничным образом спекулируя на жертвах. Одним словом, это все те, кто в конце прошлого века привел Россию к массовой бедности, к повальному взяточничеству, к тому, с чем мы боремся до сих пор. И ненужные люди, уважаемые друзья, все эти люди не сошли с политической сцены. Их имена вы найдете среди кандидатов и спонсоров некоторых партий. Они хотят взять реванш, вернуться во власть, в сферу влияния и постепенно реставрировать олигархический режим, основанный на коррупции и лжи. Они врут и сегодня, ничего они никому не сделают, в том числе и пенсионеров, которых они многократно обворовали в прежние годы. Вот сейчас еще на улицы выйдут, подучились немножко у западных специалистов, патренировались на соседних республиках, теперь и здесь провокации будут устраивать. Вот это правильно. Россия! 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 В общем, я думаю, что ни у кого нет сомнений. Эти господа могут только одно, если вернуться к власти. Обворуют опять миллионы людей, набьют себе карманы, но сделают это с присущим обычным блеском и цинизмом. В этом никто не сомневается. Сегодня все видят, что Россия накопила огромные ресурсы. Кому-то хочется вновь все отнять, поделить, а затем разрушить до основания, как это делали уже не однажды, а кому-то опять все растащить и разворовать. И все наши оппоненты одинаково хотят видеть нас разобщенными. Дорогие друзья, я обращаюсь к вам, к единомышленникам, ко всем, кто хочет сделать Россию сильной и благополучной страной. Страной свободных и счастливых людей. Страной, открытой для честного диалога со всеми народами мира. Ваша поддержка нужна. Нужна, чтобы вместе с вами продолжить начатое преобразование. Чтобы в каждом городе, в каждом селе, на каждой улице, в каждом доме и в жизни каждого российского человека происходили перемены к лучшему. Чтобы люди в нашей стране были уверены в завтрашнем дне и жили достойно, так, как и подобает гражданам великой России. Спасибо! Я рассчитываю на вас! Субтитры создавал DimaTorzok